Цветущие деревья сегодня отзываются особым трепетом в душе Евгения Ивановича Кудинова. Так уж сложилось, что в его биографии было много интересных страниц. Педагогическая, партийная деятельность, но самое знаковое и значимое связано с работой в сельском хозяйстве. Сегодня он с удовольствием листает старые альбомы, вглядываясь в лица на черно-белых снимках. Все это его история. История, написанная трудовыми заслугами. А это вы директор колхоза? Уже? Да, это уже в колхозе. В наушской колхозе много было молодежи, была своя художественная самодеятельность. И мы в этом плане хорошо следили за молодежью. В гости к Евгению Кудинову заглянули представители администрации Московского района, ветеранской организации. Общение с таким легендарным человеком уже особая честь. В наградной копилке орден Ленина Трудового Красного Знамени Дружбы Народов, орден Отечества Третьей Степени, золотая медаль, серп и молот. Заслуженный работник сельского хозяйства и сегодня следит за новостями на передовой, интересуется новинками. И несмотря на достаточно преклонный возраст, а нашему герою уже за 90, он активно дискутирует и делится жизненным опытом. Я как педагог в первую очередь обратил внимание на детей. Детей с четвертого класса и по десятый. Всех отличников мы выдавали, как говорят, стипендии своих колхозников. Я даже в своей книге где-то там немножко слабо написано. Старался, подхватив всегда в санаторий. У Доярки руки были. Таких героев, как Евгений Иванович Кудинов в московском районе осталось не так уж много. Поэтому они достойны особого внимания. В преддверии праздника 1 мая, 9 мая, Дню Победы мы посещаем всех, в принципе, и ветеранов, и людей пожилого уже такого преклонного возраста. Ну и, соответственно, с таким посылом пожелать им, конечно же, здоровья, еще прожить не один год. Ну и, соответственно, с нашими подарками и благодарностью за то, что они сделали в те былые времена, когда были на руководящих и не руководящих должностях. Вплоть до Дня Победы продолжатся визиты представителей администрации к ветеранам войны и труда. Работа по их поддержке останется приоритетным направлением деятельности. Продолжение следует...